У нас столько московских изданий, всё, что можно сказать в экономике политики, то, что к нам придёт через неделю-другую, всё это уже там есть. Я буду, наверное, первый, кто сошлётся, например, Запада. Мы любим это делать. А в Штатах самые распространённые газеты, это газеты даже не микрорайонные, а газеты районные. Это два, три, четыре дома, какой-то кондоминиум. Там есть газета, которая пользуется, естественно, наибольшей популярностью. Самые живые, самые родные для них новости. Мисс такая-то вывела чудесную породу кактусов. Все жители обсуждают. Реально, это такие же новости, которыми мы пользуемся. Для нас это актуально, только у нас это горячая вода, протёкшая там та же самая крыша и так далее. Такие новости существуют просто самой жизнью. Поэтому они есть. Вопрос в том, что как бы республиканская газета не может себе позволить такими новостями оперировать. Городскую чуть попроще. В сельской газете так и происходит реально. Поэтому говорить о том, что вообще информационных поводов не существует, не существует действительно скандальных и жареных информационных поводов. Допустим, и радиоэфир, и телевизионные, и газетные страницы. То есть лучшие места забиты тем, что там губернатор или там, скажем, мэр сделал то-то, сделал то-то, сделал то-то. А на самом деле вот этот петух, это может быть просто новость номер один. Вот эти, значит, тусовки в мэриях, администрация, которые происходят, это ли самое интересное, чего от нас ждут? Или какой-то другой набор персон? Мы часто ведь не задумываемся абсолютно. На седьмом канале новости, которые вам предлагает телекомпания АТН-студии, Ярослав Крославцев. Здравствуйте. Это все так было, сука, на мой взгляд. Сегодня глава администрации Алтайского края Александр Суриков вылетел в Москву. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Арина, можно такое вопрос? У вас есть, бывает такое практики, что вы делаете новости, а и не встали? Да, бывает. И бывает, что, кстати, по датам она актуальна, но она не близка нашей аудитории. Дело в том, что прежде чем говорить о новостях, нужно знать, что является целевой аудиторией вашей газеты. Ну, про театр, разве это будет интересно читать или табло это? Ну, будет интересно про петуха, там, про, например, на каких иномарках ездят ваши чиновники. Арина, а последняя новость, которую вам не поставили? Вообще, вот, не должно быть ситуации, когда новости журналиста не ставятся в газету. Причем, ее не должно быть. Знаете почему? Потому что вы работаете не для себя и не как-то. То, что вы делаете, вы, каждую, как бы, тему, даже новостную, информационную, вы должны для начала обсудить с редактором, я не знаю, там, какая у вас структура, либо информационного отдела, либо с редактором выпуска. Любой материал, который вы даете в газету как журналист, он должен быть согласован. Поэтому ситуация такая, когда вашу информацию не ставят в номер, это значит, что у вас не совсем верно организовано производство. То, что там в администрации состоялся брифинг по проблемам сельского хозяйства, и об этом забиты все городские наши газеты, это интересно, скорее всего, читателям, скажем, нашей алтайской правды, да, это газета краевая, а читателям городской газеты это не очень интересно. А в городской газете это идет к новостной номер 1. То есть это называется близочитателем, да? Должно быть событие, должна быть новость. То, что состоялось в пресс-конференции, это не событие. Это просто информационный повод, но это не событие, это не новость. Новость это то, что произошло, или то, что может произойти в ближайшее время. В любой хорошей новости должен быть конфликт, столкновение с чьих-то интересов. Вот эта новость про МВД, она стала для нас интересной после того, как вы дали комментарий. А новость, она ведь без комментариев идет. Вот сама по себе МВД повышает зарплату, ну и что? Вот если вы дали комментарий, что вы дали столкновение, так это уже не новость. Просто, что наши милиционеры получали 312 рублей, а завтра будут получать 313. И что дальше? И что дальше, да. То есть вот здесь нужно показать этот конфликт. Причем именно вот в чем искусство репортера, что это нужно все сделать в нескольких строчках. На самом деле новость это история. История может быть как из двух абзацев состоять, так и она может быть полстраницы или треть страницы. Я мыслю другим, я мыслю очень быстро, у меня новость, она там 3 предложения. Бывает ли из типичного хода событий в любую сторону, вправо или влево, хорошее или плохое, это то, что не типично. Не помню, какой журналист, но журналист 18 века сказал, новость это когда, не когда собака укусила человека, а когда человек укусил собаку. Вот это новость. А ты смотри как подать. Это волнует. Не знаю, я не могу ничего. Я собакой, кто этот человек. Новости должны волновать аудиторию. Не согласен, Валик. Знаете, как бабушки возле подъезда сейчас тетуют? Ну вот, война в Афганистане началась. Теперь на телевидении сериалы отменят. Это, это серьезная проблема. Капец.